который нарисованный карандашом, и у него также присутствует анимация. Вот она. Каждый кадр происходит запекание, да? На деле, вам всех приветствую. Вы на канале 3DNet. И мы продолжаем изучать кладочку «Объект», «Анимация». Продолжим изучать анимацию. Давайте еще немножко про анимацию. На прошлом уроке я не говорил, а мы можем делать записи анимации. Вот здесь есть кружочек. Если мы нажимаем на него, то какие-то изменения создают ключевой кадр. И далее я переношу в фрейм, допустим, 30-й, перемещаю объект. И в данном случае у меня записалась анимация. Что у нас присутствует еще в анимации? Клавиша «Кей». Давайте посмотрим. «Кей». У нас тут есть очень полезная функция. То есть вот это все говорит о зафиксировать какое-то конкретное свойство объекта, положение, вращение, масштаб, либо что-то отдельно. Далее у нас есть дельта положение, дельта вращение, дельта масштаб. Очень полезная функция. К примеру, я делаю какую-то анимацию. Нажимаю «Ай». Выбираю на каком кадре. Допустим, 30-й кадр. «GZ». «Ай». Все, у меня есть анимация на одном объекте. Но если я хочу сделать анимацию на втором объекте, но с небольшим смещением, нажимаю «Shift-D». Правая кнопка мыши. И объект, который я сдублировал, на нем тоже присутствует анимация. Но если посмотреть свойства объекта, трансформировать, у нас есть еще подкладочка «Дельта трансформация». И, к примеру, если я хочу сделать некое смещение по «Y». Я выбираю смещение по «Y». И теперь я могу создать здесь тоже ключевой кадр, зафиксировать. То есть «Дельта» — это дополнительное смещение, в данном случае, от нашего объекта. От точки нуля он делает еще дополнительный расчет смещения. Таким образом у меня получается анимировать два объекта с разной дистанцией. Следующий у нас «K» — «Визуальное положение», «Визуальное вращение», «Визуальный скейл». То есть о чем это говорит? Также мы можем анимировать визуальное положение. Это будет очень хорошо видно на примере с родителями. К примеру, вот этот объект у меня «Родитель». Напоминаю «Ctrl-P» — «Объект». Добавил ключевой кадр, выбрал на каком фрейме следующее действие, зафиксировал. Вот у меня есть сейчас перемещение объекта. И если я добавлю «K» — «Визуальное положение», «Вращение», ну и здесь вот эти все параметры, которые у нас тут присутствуют, то объект при анимации, вот я поставлю еще последний, «K» — «Визуальное положение», при анимации он будет смещаться. Смещаться дополнительно еще скорость того, какое у него есть смещение относительно этого объекта. И плюс еще добавилась к этой скорости основная анимация движения. То есть если бы это было, для примера, сейчас просто делаю зафиксировать положение, вращение масштаб, 30 кадр, снова зафиксировать положение, вращение масштаб, то мы видим здесь у нас нет никаких изменений. Если же я делаю это через «Визуальное», то мы добавляем дополнительное значение к движению. Вот мы видим. Также в анимации мы можем делать ключевые кадры только для одного значения. Правой кнопкой мыши вставить одиночный ключевой кадр, если нам нужно анимировать только одно значение. Плюс мы можем делать, что наш объект, вот здесь есть менюшка «Кейнг», набор ключей. Вызывается она через «Shift-K», то есть какие ключи через «I» мы будем добавлять к нашему объекту. То есть это заранее готовый пресет. Вот я нажал сейчас «Shift-K», также вы можете найти объект «Анимация», «Изменить ключевой набор». «Shift-K», далее мы выбираем какой тип, к примеру я выбираю масштаб. И теперь если я нажимаю «I», то мы здесь видим, что у меня анимируется только масштаб. Переношу на 30 кадр, делаю какое-то перемещение, вращение масштаб, снова «I», и вот мы видим, что фиксация произошла только масштаба. И в данном случае, когда я анимирую, у меня увеличивается только масштаб. Даже если я сделал перемещение и вращение, то это не анимировалось, а анимировался только масштаб. Ну и к примеру, если я сейчас выставлю «Shift-K», все параметры, далее нажму «I», то мы видим, что здесь уже анимировалось все. Положение, вращение и масштаб. Выберу 30 кадр, перемещение, «I», и теперь у меня есть анимация со всем набором. Следующее, мы можем также очистить, то есть здесь можно выбрать объект, анимация, очистить ключевой кадр, либо удалить одиночный ключевой кадр. Ну и также здесь можно это все через «Delete» делать, «Delete», либо вот здесь правой кнопкой мыши, где у нас есть параметры, и допустим, удалить ключевые кадры. Мы полностью очищаем. Давайте посмотрим следующее. Объект, анимация, запечь действие. То есть, если вы хотите сделать, чтобы у нас была не формула расчетов, а каждый кадр у нас имел отдельное положение объекта, то есть я выбираю «I», 30, вверх, снова «I», и теперь у нас есть от 0 к 30 кадру анимация, которая рассчитывается через формулу, и мы можем также посмотреть в редакторе графов, как она идет. Если же мы хотим все это разбить на отдельные кадры, выбираем «Анимация», «Запечь действие». Здесь есть настройки, с какого по какой кадр, ну допустим, по 30, через сколько создавать кадры. Далее, дополнительные настройки, вы можете сами почитать, посмотреть, как они работают, не буду сильно в это углубляться. Допустим, да. И вот мы видим то, что на каждый фрейм у меня появился ключевой кадр. Анимация «Запечь рисование». Ну, здесь довольно-таки много вышло, допустим, 30. Вот, и теперь у меня есть объект. Вот этот можно скрыть. Который нарисованный карандашом. И у него также присутствует анимация. Вот она, каждый кадр происходит запекание, да. На деле он плоский. Мы можем также перевести объект в нарисованный. Вот мы видим, он уже объемным выглядит. Сделать ему тоже какую-нибудь анимацию, допустим, 30 кадр. И теперь переведенный объект из меша, либо там кривой, я могу сделать тоже запекание. Вот она уже сейчас активная. Выбираю, до какого кадра. Также там 30, допустим, запекание. И вот мы видим то, что каждый фрейм имеет свой кадр положения, да. А на этом все. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приглашаю вас в группу Telegram. Помогаем друг другу, делитесь своими работами. Также, если есть возможность, перейдите на сайт. Я оставлю в комментарии. Мне для всего продвижения нужно. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok